Районную Спартакеаду в Денисовке начали проводить с 1985 года. Ежегодно, говорят местные жители, желающих участвовать в состязаниях, становится большим. 32-й турнир в текущем году собрал все 14 сельских округов. Старт соревнованием по традиции дал Аким района Ерланжаманов. Он отметил, что сегодня очень много средств вкладывается в развитие спорта. В прошлом году проведен текущий ремонт стадиона автомобилей. В этом году проводится капитальный ремонт детской и юношеской спортивной школы. Кроме того, работает 102 спортивных объекта. Тренерским составом детской и юношеской спортивной школы обучаются различным видам спорта более 585 детей и молодежи. Денисовцы делают ставку на массовые спортсоревнования. Прошли по футболу, волейболу, баскетболу, вольной борьбе, настольному теннису. А накануне Спартакеады в Денисовском районе состоялся и День национальных видов спорта. В программу были включены Асы Катум, Тагас Кумулак и Казак Урисы. В этом году у нас возлагаются очень большие надежды на волейболистов-юноши и футболистов, которые спустя несколько лет вышли в финал областной Спартакеады. Мы выиграли зональные игры и теперь в финале будем отстаивать честь района. Виктор Горшков вот уже почти 15 лет участвует в районных и областных Спартакеадах. Есть у него и соревновательный опыт на республиканских стартах. Спортсмены этот раз участвуют сразу в нескольких состязаниях – вольной борьбе и баскетболе. Баскетбольной командой уже занимаем лет 10-15, где-то уже всегда выходим в финал, в финале участвуем, показываем свой профессиональный опыт, который зарабатываем. Больше всего зрителей собрал турнир по вольной борьбе. Здесь и не поймешь, у кого сильнее играют нервы – то ли у спортсменов, то ли у зрителей. По итогам районных игр первое место осталось за спортсменами из Денисовского сельского округа. Вторым стал Архангельский округ, третье место – за Красноармейским. Напомним, бороться за медали и звания лучших в области спортсмены будут в Рудном. Именно в городе Горняков 18 августа откроется областная спартакиада «Тынцелина-2017», где, кстати, уже в финале сыграют волейболисты и футболисты Денисовского района. Ярослава Богатырева, присодействитель и компания «Оцент», Денисовский район.